53 не синих и красных, а золотые декона вручили сегодня выпускникам САФУ. Их обладателями стали те, кто сумел отметить свои студенческие годы не только успехом на учебе, но также общественной, творческой и научной деятельностью. Именно они вписали свои имена в Золотой фонд САФУ. Награды присуждались по сферам деятельности студентов. Самой популярной номинацией – студгордость института, студнаука и студлидер. Кроме того, университет отметил лучших спортсменов, добровольцев, те, кто развивал туристическое, творческое и патриотическое направления в САФУ. Мы уже гордимся вами, потому что вы многого достигли. И хотим пожелать вам успехов, удачи, всего самого-самого доброго на новом, большом пути, уже взрослой, очень ответственной жизни. И еще раз повторю, мы всегда рады вам в стенах нашего университета. Ну и надеемся, что по жизни пойдем вместе. Спасибо. Для руководства САФУ «Золотой фонд» – это своеобразный способ сказать спасибо тем выпускникам, которые внесли свой вклад в развитие университета. Это те, кто побеждал в конкурсах и соревнованиях, выступал на конференциях, проводил научные исследования, организовывал мероприятия и помогал в их проведении. И можно с уверенностью сказать, что каждый из тех, кто вышел сегодня на сцену за дипломом, высоко ценит эту благодарность. Вообще мне очень хотелось принять участие в данном конкурсе, поскольку мне кажется, что это очень достойно и гордо носить такое звание выпускника года с записью в книге САФУ. Очень приятно, что труд студентов оценивается. Но «Золотой фонд» – это не только почетное звание. Это еще и доверие, которое выпускникам предстоит оправдать. Я надеюсь на то, что каждый из нас в будущем достигнет каких-то успехов. И это опять же таки будет показателем того, что они вышли именно из САФУ и достигли того, чего достигли. Таисия Машкова, Петр Меншиков, Артем Юзин, Медиа-центр САФУ, Арктический мост.